Всем привет! Сегодня я вам покажу, что находится в моем кухонном шкафу. У меня уже было такое видео, но, наверное, оно было где-то два года назад. И так как я недавно, относительно недавно, делала апдейт по поводу содержимого моего холодильника, некоторые из вас просили также апдейт по поводу того, что лежит в моих шкафах. Поэтому сегодня мы будем смотреть, что находится в моих шкафах. Здесь в основном находятся всякие орехи, пасты, какие-то там сладости, какие-то протеиновые порошки, чай, кофе и все такое. Я не знаю, что сегодня происходит с моими волосами. Они во все стороны. Погнали смотреть, что в шкафах. Так. Значит, у нас этот шкаф, он состоит из двух полок. Так, нижняя полка. Проигнорим наши фотографии внизу. Ладно, может быть, я вам покажу. Это Люба. Это мы с Любой. Это вообще, по-моему, это двухлетняя недавность фотографии. И это я. Поэтому мы относительно встали. Но не суть. Вернемся к шкафам. На нижней полке у нас лежат справа в основном всякие напитки, чай и кофе. И левее здесь орехи, какие-то порошки, типа там какао-порошок. Ну, сейчас мы более детально заглянем. Давайте начнем справа. Кофе. Еще кофе. Больше всего, конечно, я люблю кофе из кофей. Но если пью дома, то вот этот. Дальше. Это чай. Вот это вкусный очень чай. Apple and cinnamon. Яблоко и корички. Этот чай. Йоги-ти. Релакс. Чай зеленый. Это чай flora tea. Это такой цветок, который распускается в воде. Этот чай не жасминовый. Там внутри, по-моему, rooibos. Rooibos tea. А там пустая бутылка. Пустая банка. Многие из этих банок уже пустые, на самом деле. Это я не знаю, какой чай. Синча. Вот еще чай. Фруктовый. Это какао-порошок. Натуральный, стопроцентный какао. Я его использую, начиная от десертов, заканчивая просто в кашу бывает кладу. В общем, куда им можно использовать какао, туда использую. Дальше. Это lion's mane. Это такой гриб. Он здесь в виде порошка. Medicinal mushrooms. Medicinal mushrooms. Это вот такие, как лечебные грибы считаются. Их именно не готовят. Их употребляют в таком порошковом виде. К ним также относятся чага, кордицепс и чага. Отлично. Вот в таких пакетиках здесь. Но здесь еще и кофе. Здесь кофе, кордицепс и чага. А бывает, они продаются отдельно. Именно чага или только кордицепс. В данном случае это вот lion's mane. И вот так же можно порцию как заваривать горячей водой, либо в смузи кидать, куда угодно. Арахисовая паста Meridian. Для тех, кто живет в Англии, вот, честно говоря, это не самый мой любимый бренд арахисовой пасты. Peep and Nut мне нравится больше. Вот это такой Sweet Freedom Chocolate Shot. Это такой, как жидкий шоколад с кокосным вкусом. Это чаи. Чаи. Дальше. Это льняное семя. Кэроб. Стевия. А это чай, кстати, Пуэр, что ли? Какой-то китайский чай, который столь отлежит, и мы его не пьем. Дальше. Кунжутная паста. Это та еще с Royal Forest. Я еще не доела ее. Значит, вот. Стевия. Экстракт ванили. Там тоже ваниль, но в пудре, в порошке. Еще экстракт ванили. Это финиковый сироп. Royal Forest. Финики. Шоколадка Ritter Sport. Я ее попробовала, и она мне понравилась. Марципан. Дальше. Финиковый нектар. Тоже. В принципе, это то самое, что... Почти то же самое, что финиковый пикнес. Это у меня Buckwood. Это гречка. Гвардия орехов. А нет. Вот еще такие. Темный шоколад. Какие-то маленькие кубики. Их вот классно кинуть куда-нибудь в кашу, например. И они тают. И получается такой классный шоколадный привкус у овсянки. Фистакли. Султанас. Это изюм, по-моему. Какао-порошок еще. И еще. Хемп от Royal Forest, опять же. Много. У меня достаточно много орехов. Это кешью. Часто используют для десертов разных. Это микс кешью и изюма. Грецкий орех. Отличный источник омега-3. Миндаль. Еще кешью. Это pine nuts. Это кедровые орешки. Это кокос. Это там кокосовая мука. Еще кокос. То есть это больше кокосовая стружка, а это кокосовые такие чипсы. Это всякие ментовые сосучки. И прекрасная шоколадка линд. Обожаю ее. Еще сзади у нас какая-то огромная коробка конфет. А еще вот сзади какая-то коробка конфет тоже шоколадных. Как вы видите, тут есть и шоколад, и всякие орехи, и всякие подсластители, и чаи, и кофе, и так далее. Двигаемся на второй этаж. На втором этаже это рисовая бумага. Я обожаю с ней делать разные спринроллы. Это гречка. Это еще гречка. Черный рис. Красная чечевица. Протеиновый порошок. Это какие-то спагетти-нудлс. Они сделаны из чего? Смотрите, если кто-то может прочитать. Нонгшиммига глаз нудлс. Надо их приготовить. Я даже не помню, готовила ли я их когда-нибудь. Это кукуруза для попкорна. Еще чечевица. Еще гречка. Это рис для ризотто. Это спагетти из риса, опять же. Это у нас овсянка. Мюсли. Разные там с орехами и так далее. Это мой любимый-любимый-любимый протеин. For nutrition. Если вы живете в Лондоне и вы ищете хороший растительный протеин, я очень рекомендую его. Особенно шоколадно-арахисовый. Это мой любимый. Обожаю его. Шалфей. Там еще какой-то чай. Спагетти обычные. Спиральки. Джайед. Огромный кускус. Еще фисташки. Целый пакет еще миндаля. Миндаля. Миндальная ореха. Сушеные шитаки. Да? Или просто какие-то грибы сушеные. Мука обычная. Это обычные спагетти. Из пшеницы. Это спагетти из коричневого риса. Это спагетти из... Миллет. Это пшено. И коричневый рис, опять же. Это я пересыпала в банку муку. Кокосо муку Роял Форест. Это чикпис. Это сухой нут. Если честно, обычно я покупаю нут просто в консервных банках. И его уже готово использую. И там в пакетике чия. Сзади еще мука и сахар. Который стоят очень далеко, потому что я ими даже как-то не пользуюсь. Похоже, все, ребята. Вот такой апдейт, что в моем шкафу. Мне бывает скучно, и я люблю смотреть такие видео на ютюбе. Потому что узнаешь, что там кто ест и так далее. Вот. Так что так. Ставьте лайк, если вам понравилось. Если вы только первый раз попали на мой канал, то обязательно рассмотрите тот вариант, чтобы подписаться на мой канал. Потому что я снимаю много видео про еду, рецепты, разговорные видео про нутрициологию. Я учу нутрициологию. Про фитнес, конечно, тоже. Я вас обнимаю. Целую. Пишите комментарий внизу. Лайкайте. Пока. Как они это делают? Пишите комментарий.